В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста, из бесед на книгу Бытия. Причина всех зол, тщеславие и желание дать свое имя полям, баням, домам. Что тебе польза, человек, когда спустя немного от постигшей тебя горячки, душа твоя, внезапно отлетев, оставит тебя без всего, иногим, или лучше, лишенным добродетели, облеченным в неправды хищения лихаимства, стоны воздыхания, слезы сирот, козни обманы. Как ты, имея на себе столь великое бремя грехов, в состоянии будешь пройти сквозь те узкие врата, которые не могут вместить столь великой ноши, по необходимости, ты останешься вне царствия, и под тяжестью этой ноши напрасно будешь каяться, видя уже пред глазами у себя приготовленное наказание, тот страшный и никогда не сгорающий огонь и не умирающий червь. Но если мы сколько-нибудь заботимся о своем спасении, то пока есть еще время, отступим от греха, обратимся к добродетели, отринем тщеславие. Оттого оно и называется тщетным, что пусто и не имеет в себе ничего твердого и постоянного. Это только обман от чей, исчезающий прежде, чем явится. Не видим ли, как часто тот, кому сегодня предшествуют ликторы и кого окружают копьеносцы, завтра окажется в темнице вместе с преступниками? Что обманчивее этой пустой и суетной славы? Если же в настоящей жизни и не случится с ним такой перемены, так смерть непременно постигнет его и прервет его благополучие. И тот, кто сегодня важно выступал на площади, сажал других в тюрьму, сидел на возвышенном месте, ввел себя весьма гордо и на всех людей смотрел, как на тени, завтра вдруг лежит мертвый, бездыханный, полный зловония, осыпаемый тысячу коризн и от обиженных им, и от необиженных, но соболезнущих обиженным. Что может быть несчастнее такого человека? И все, что им собрано, часто делят между собой его враги и неприятели. О грехе от этого, накопившейся у него, он уносит с собою и подвергается за них весьма строгому отчету. Поэтому умоляю, убегая этой суетной славы, возлюбим славу истинную и пребывающую вовеки. И пусть ни страсть к богатству не обольщает нас, ни пламя похоти не сожигает, ни зависть и ненависть не сушат, ни гнев не воспламеняет, но все эти злые и пагубные страсти, угасив росою духа, презрим настоящее, возжелаем будущего, подумаем о будущем дне суда и покажем великую тщательность в жизни. Не для того мы явились в эту жизнь, чтобы только есть и пить. Не жизнь создана для пищи и питья, но для жизни пища и питье. Так не станем же извращать этого порядка и не будем так угождать шреву и плотским удовольствием, как будто мы для этого и созданы. Но размышляя о происходящем для нас, вреди от этого угождения, станем укращать движение плоти. Не поленимся и не попустим ей восставать на душу. Если Павел, столь великий и высокий муж, как бы на крыльях облетевший всю вселенную, ставший выше телесных нужд и удостоившийся слышать неизреченные глаголы, которых доселе никто другой не слышал, говорил в своем послании, «Умерщляю и порабощаю свое тело», чтобы проповедуя не остаться и самому недостойным. Так, если он, удостоившийся такой благодати, после столь многих и высоких подвигов имел нужду усмирять и порабощать, покорять под власть души и подчинять ее господству сильные порывы плоти, усмиряют же то, что восстает, и порабощают то, что сбрасывает себя в узду, то что скажем мы, не имеющие ничего доброго, а примененные тяжкими грехами и при всем том преданной великой беспечности? Разве в этой брани есть перемирие? Разве есть определенное время для нападения? Всегда нужно трезвиться и бодрствовать. И никогда не считать себя в безопасности, потому что не назначено время, когда враг и противник нападет на нас. Итак, будем всегда помышлять, всегда заботиться о своем спасении, дабы таким образом могли мы и быть непобежденными, избежав козни врага, получить милость от Бога, благодатью и щедротами Его единородного, которым Отцу со Святым Духом слава держава честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!